МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравляю вас! Служу вас в федерации. Лучшие дорожные полицейские получили награды. Сводка криминальной обстановки в городе. Достаточно тяжело, но справимся. Соревнования по спортивному ориентированию в Генино. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Одной из старейших газет Смоленщины исполнилось 100 лет. Поздравить ее с этой годовщиной собрались коллеги и друзья. Съемочная группа Десна ТВ тоже поздравляла редакцию. Об этом в большом торжестве мы расскажем в нашем первом сюжете. Газета «Рослевская правда» имеет вековую историю. Учреждена была сразу после февральской революции в 1917 году. 18 августа прошло торжество, посвященное юбилею. Поздравили коллектив редакции губернатор Смоленской области Алексей Островский, глава муниципального образования «Рослевский район» Валерий Новиков, депутаты областной думы и городского собрания, коллеги и друзья. «История района, безусловно, непосредственно связана с вашей газетой. Газета меняла много раз свои названия. Но все названия в той или иной степени соответствовали духу, времени, эпохе, в которой они были, эти издания». Много теплых слов звучало в адрес юбиляров. Отметили их высокий профессионализм, журналистскую культуру и преданность читателям. Губернатор и глава муниципалитета вручили коллективу благодарственные письма, а от партии «Единая Россия» редакция получила в подарок оргтехнику. Учебный год на носу, и озабоченные родители в суете собирают своих чат в школу. Канцелярские товары для первоклашки обойдутся в этом году примерно в 2500 рублей. Цены на рюкзаки, а это один из важнейших атрибутов ученика, варьируются от 600 до 2000 рублей. А еще форма и, конечно же, правильно подобранная обувь. Так что собрать ребенка в школу в этом году для родителей выливается в немалую сумму. В ходе проверки школ Смоленской области санитарные врачи выявили 264 объекта с нарушениями, на основании чего вынесено более 280 постановлений об административных наказаниях. Общая сумма штрафов составила почти 2 миллиона. Как отмечают в управлении Роспотребнадзора, в основном у санитарных врачей были претензии к содержанию территорий, подбору мебели, медицинскому обслуживанию и организации питания. Общественный совет при управлении МВД отметил лучших полицейских в области обеспечения безопасности дорожного движения. В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам дипломы, приходящие в импелы и денежные премии вручили председатель общественного совета при управлении МВД по Смоленской области Леонид Соловьев и временно исполняющий обязанности начальника УИГИБДД полковник полиции Алексей Торгачев. В Смоленской области управление ГИБДД совместно с общественным советом при управлении МВД провели конкурс на лучший экипаж ДПС ГИБДД и лучшего участкового полномоченного полиции в области обеспечения безопасности дорожного движения. После подведения итогов лучшие сотрудники полиции были отмечены в торжественной обстановке. За достигнутые высокие результаты по итогам служебной деятельности за первое полугодие 2017 года в номинации «Лучший экипаж ДПС» награду получили дорогобурские сотрудники госавтоинспекции. Лучшим экипажем ДПС среди строевых подразделений признан экипаж специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Смоленской области. А лучшим участковым полномоченным полиции в области обеспечения безопасности дорожного движения признан старший участковый полномоченный полиции отдела МВД России Вяземский, старший лейтенант Владимир Сушинский. В регионе полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», в ходе которого раскрыли четыре кражи, два факта угрозы убийством и один случай незаконного оборота наркотиков. Еще в эту ночь задержали двух преступников, которые находились в розыске, а также были установлены местонахождение двух граждан, числившихся пропавшими без вести. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет заместитель начальника по работе с личным составом Десногорского отделения полиции Сергей Чулков. За минувшую неделю в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 184 сообщения и заявления. Раскрыто четыре преступления. Совершено семь дорожно-транспортных происшествий. Выявлено 105 административных протоколов, из которых 83 за нарушение правил дорожного движения. Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено. В связи с установившейся теплой погодой на территории региона, количество отдыхающих на реках и озерах области значительно увеличивается. Инспекторами ГИМС усилен контроль. Во время рейдов они проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды о правилах поведения вблизиводных объектов и напоминают о необходимости наличия при себе средств спасения. Проверяют соблюдение судовладельцами правил эксплуатации маломерных судов, а также правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством. Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сообщило, что с начала года в регионе от укусов клещей пострадали 1865 человек. В лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области только за минувшую неделю исследовано 59 клещей, в том числе 29 снятых с людей. В восьми случаях обнаружен возбудитель иксодово-клещевого боррелиоза. И в завершении выпуска новости спорта. В минувшую субботу в Генино прошли соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Подробности далее. В спортивном ориентировании приняли участие 12 спортсменов. В основном это работники Смоленской атомной станции, подрядных организаций и их дети. Такие мероприятия мы проводим по 3-4 раза в год. Как правило, это кроссовые гонки кольцевые на Генинской трассе, на нашей. Это выезды на большие расстояния, это автономные походы. Все это мы проводим при поддержке профсоюза и руководства Смоленской атомной станции, за что им огромное спасибо. Для большинства участников велосипед это не только возможность поддерживать себя в прекрасной физической форме, но и возможность снять напряжение после трудного рабочего дня. Велоспорт дает мне заряд бодрости, если еду на велосипеде с утра. Заряд бодрости на целый день. Также после тяжелого рабочего дня можно развиться, подумать, спокойно освежиться. Ну и выходной день – это про хорошее время при поврождении. С семьей я люблю кататься, мы с женой, с ребенком ходим походы. 5-минутная готовность, да? Я стою здесь в минуту, а остальные ночевки даже бывают. Это интересно, весело. Все участники разделились на три возрастные группы. Для каждой был определен свой маршрут и количество точек, которые они должны были найти на местности всего за два часа. Мужчины при помощи карты искали 15 точек, юноши – 10, а самые маленькие участники соревнований должны были найти всего 5. Погода в этот день выдалась жаркой. Несмотря на это, ни один участник не сошел с дистанции. Каждый боролся честно. Быстрее всех с заданием среди мужчин справился Александр Михайлов. Среди юношей лучшие результаты первым финишировал Арсений Власюк. Обожаю ездить на велосипеде, особенно когда это дисциплина, ориентирование. Очень понравилось. Первый раз поучаствую. Необычные эмоции, давление некоторое, соперничество. Очень достаточно тяжело, но справился. Среди самых маленьких лидирующую позицию занял Денис Якименко. Все победители и призеры соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах получили почетные грамоты, кубки и медали. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин